Приветствую всех дорогие друзья! У микрофона пассажир и наконец-то появилась возможность пощупать своими руками новинки грядущего патча. И я думаю, что не совру, если скажу, что T90M является одним из самых ожидаемых аппаратов уже долгое время. Ситуация напоминает мне времена ввода в игру Су-25. Тем не менее, предлагаю предварительно посмотреть на нового 90-ка. Буквально по пунктам, что мы получаем и, как говорится, имеем в виду. Начну с приятного, заднего хода не завезли. И дискутировать на данную тему будем еще очень долго. Но это данность, с которой все же можно жить. Что же до остальных ходовых характеристик, то это все тот же T90, или, если хотите, T72B3. Ход уверенный, динамика сносная, разворот на месте в норме. Вперед пуляем 60 км в час, назад 4. Орудия и снаряды аналогичны текущим топам, так что тут без сюрпризов. Основной лом 3BM60. Даже перезарядка равна 7,1 секунде, как раньше. Но не упомянуть данные характеристики я просто не могу. А вот далее уже к интересному. Т90М, по моим прикидкам, станет одним из самых защищенных танков в игре. Ибо реликтом на нем покрыто практически все. А там, где его нет, стоят экраны и сетки. Плюсом усиленная и дополненная броня внутреннего пространства. Перенос некоторого количества БК и экранирование критических зон. Козырная защита новой сварной башни. Кстати, со скоростями наведения сравнимыми с западными аналогами. Прибавляем ко всему топовый тепловизор командира и наводчика, систему штора, к сожалению, без подавителей. На выходе получая очень красивый современный аппарат, который займет свое достойное место рядом с 80-кой. На этом пока все. Спасибо за внимание. Увидимся. Это кто у нас такой красивенький, такой новенький, современненький? Сверху пушечка, весь облеплен реликтом, новая сварная башенка, сеточки, экранчики, мешочки. Вот это я понимаю. Хотя новый-новая вот коробочку-то поменяли, а задний ход так и не завезли. Ну ничего. Мы, как говорится, с этим справимся.